В России создали арктическую экспедиционную группировку 19 декабря 2018 года РИА Новости в России создали арктическую экспедиционную группировку Большой десантный корабль Александра Траковский Источник изображения — РИА Новости, Павел Львов, Москва, 18 дек РИА Новости В России появилась арктическая экспедиционная группировка, созданная на базе Кольской флотилии Сообщил командующий объединением вице-адмирал Олег Голубев на расширенном заседании коллегии Минобороны Силы Кольской флотилии базируются в городе Полярном Там базируется штаб и управление Кольской флотилии, а также бригада кораблей охраны водного района И старейшее объединение Северного флота бригады подводных лодок, уточнил адмирал По его словам, более двух месяцев североморцы выполняли задачи в акватории Северного Ледовитого и Тихого океана В отряд входили большой противолодочный корабль вице-адмирал Кулаков, большие десантные корабли Александра Траковский и Кондопога, морской тральщик Владимир Гуманенко Вместе с нами задачи дальнего похода решали ледокол Илья Муромец, танкер Сергей Юсепов, спасательный буксир Памир, килекторное судно Кил-143 и многофункциональный транспорт Эльбрус, добавил Голубев Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота впервые совершил трансарктический переход из Баренцева моря в акваторию Тихого океана и обратно за одну навигацию Вице-адмирал отметил, что поход кораблей Северного флота в Арктику был уже седьмым по счету и самым масштабным с 2012 года Моряки получили большой практический опыт Плавание по проливу Велькицкого, по морям Лаптевых и Восточно-Сибирскому проходило уже в сложной навигационной обстановке Чтобы обезопасить корабли, в ледовоопасных районах их сопровождали ледоколы, преследованию на восток 50 лет победы, а на обратном пути Вайгач госкорпорации Росатом, сказал Голубев Отличительной чертой плавания он назвал также форсирование Восточно-Сибирского моря Когда два с половиной дня корабли шли в сложных ледовых условиях, но профессионализм капитанов и командиров позволил выполнить эту задачу Одной из важнейших задач стало проведение межведового тактического учения с высадкой морского десанта в бухте Тюкси в Якутии Силы Северного флота впервые провели учение в этом районе Также впервые в новейшей истории корабли Кольской флотилии дошли до Берингового моря, рассказал адмирал С 11 по 17 сентября на Чукотке во время маневров Восток-2018 прошли две высадки морского десанта на необорудованное побережье Они состоялись в районе поселков Ванкарем на побережье Чукотского моря и Эгвикинот в Беринговом море Высадившиеся в Ванкареме подразделения мотострелков совершили марш-бросок до поселка Эгвикинот на расстояние почти в 300 километров в условиях арктического бездорожья Тем временем отряд боевых кораблей обогнул Чукотский полуостров и подошел к месту проведения двухстороннего тактического учения Которое стало ключевым этапом действия арктической группировки Северного флота на Востоке, добавил Голубев 18 декабря 2018 года права на данный материал принадлежат РИО Новости Материал размещен правообладателям в открытом доступе Субтитры создавал DimaTorzok